Продолжение следует... 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 Татуя не нашлось, после чего грандиозный монумент переделали, и он превратился в памятник российскому императору. Среди москвичей скультура вызвала неоднозначную реакцию. Направо от Москвы реки отходит водоотводный канал. Его появление сильно облегчило жизнь окрестным жителям, в особенности владельцам строения на Болотном острове, на стрелке которого стоит статуя Петра I и фабрика Красная Арктид Волчинка. Строительство водоотводного канала на месте старого русла Москвы реки, давно заволоченного и поросшего травой, артилулы мишек воды, нежели на образовавшемся господи, между нынешним руслом реки и каналом, стало спокойнее. Справа нам будет видна вывеска в фабрике Красной Арктид Волчинка, которая восстанавливается. А теперь взглянем на лево. Мы идем вдоль стречительки на лево. В военном бане она получилась до 12 веке, а ты не стречителька. А та, в свою очередь, была именована воевозможным стречителькой Божьей Матерью Своей, хранившейся на водительщинке. Перед постройкой храма на Веса Спасителя, по верху руку от нас находился один векий и женский монастырь, который принадлительно перелет в другое место. Сохранилось предание, что и гуминый монастыря, недовольная переговором, развела это место и предрекла, что ничто не устоит на нем долго. Что случилось впоследствии? Храм Веса Спасителя был разрушен большевиками. Но и проезд у советских властей, в борту Совета, кстати, Кусет, не было оборудованных в Росстатах. А ведь не только в России, не только в Москве. Стены Кремля, открывающиеся Москве, история города, написанная в Кампе. Первое летописное упорянание о Москве ослышится с теми 12 века, тогда же на территории. Советские годы здесь разместилось на строительстве. Сейчас слева перед нами предстает большой криверский домик. Он был находит перед императорских нахит. Первый серий выявился на этом месте еще предвидели на столе. Свои изменения постройку находились на русский праздник, а современное здание появилось при Николае Пьерс и выполнено под руководством архитектора Константина Антонова. Сейчас дворец является парадной резиденцией президента Российской Федерации. Пять знаменитых залов, названные по имени орденов Российской Исперии Георгиевский, Владимирский, Александровский, Андреевский и Екатеринский используются для государственных и дипломатических приемов неофициальных церемоний. Из-за когда-то белых стен жилья, Москву называют Белотаниной, а из-за многочисленных соборов Белотоглава. Выше всех на Кремлевских и Сордиане поднимаются по заблоченному коколу Голоконии и Маркин. Это как по-депрогнозам. Голокония там, как предпочтенство архитектора Глота Пьерс Белотанк, торфи. Голокония Кремлевский, Шамадке Заполня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д 2022 Добрый день Спасибо за горы Дад almost Субтитры сделал DimaTorzok